Ни один капиталист, ни один буржуй, ни одно предприятие, которое заточено под получение прибыли, ни одной копейки вам просто так не даст. Они вам будут всегда объяснять, почему вам не нужен профсоюз. Мы сейчас начнем, мы будем делать для всех, можем это. Нет, еще раз нет, это вам нисколько не поможет. Это уже поздно, поздно пить божами, когда печень отвалилась. Это будет как инструкция к действию. Вроде в рамках закона, но принудить к миру. Вот так вот. Снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы в нашей замечательной студии с коллегами из факела решили продолжить наш цикл программ о профсоюзе, профсоюзниках, созданию успехов, победах, поражениях и всего остального. Опыта у нас достаточно много, поэтому мы приглашаем вас в дискуссии. Вы можете совершенно спокойно потом под нашими роликами задавать свои вопросы, если вдруг что-то недопоняли. Мы постараемся с вами поделиться своим опытом и своим желанием, чтобы у вас все было хорошо. Но сейчас, до этого мы писали программку с такими страшными вещами, которые я рассказывал о том, что при начале, при создании профсоюза, что с вами возможно будет и как вам нужно действовать. Сейчас мы, наверное, просто проговорим такую схему, как создать организацию на предприятии. Потому что многие задаются вопросами, ну как создать профсоюз, как его сделать для того, чтобы отстоять свой интерес, свой интерес внутри предприятия, чтобы была какая-то рабочая демократия, такая низовая демократия, чтобы была справедливость внутри предприятия. Чтобы не приходил начальник и не говорил, я начальник, ты говно, а приходил и говорил, Иван Иванович, будьте добры, выполните ваш трудовой договор, который вы выполните и получите за него хорошую заработную плату. Ну и так, начнем пошагово. Это будет как инструкция к действию. Ну, я не говорю, что это все, это вот она абсолютно такая, может и быть миллион разных, но вот одна из инструкций по созданию профсоюза. Вы работаете на предприятии, вы работаете, неважно на каком предприятии, государственный сектор, частный сектор, какой-то иной, да, какой бывает, вы в соответствии с трудовым кодексом, в соответствии с федеральным законом о профсоюзах, вы имеете право на создание организации, на создание организации трудящихся. Это в нашей стране, эти организации называются, ну, они не только в нашей стране, они называются профсоюзы. Ну, так вот, вы пришли к тому, что есть какая-то несправедливость, есть какие-то проблемы внутри предприятия, которые вы на своем личном авторитете вытащить не можете. Понятно, что бывает желание о создании профсоюза у тех, кто уже пришел, скажем так, к пиковым проблемам на предприятии, человек, которого, как обычно, у нас было миллион таких обращений, которые увольняют за невыполнение каких-то норм трудовых, да, и нарушения там режима труда и отдыха, нарушения там какие-то грубые именно своих трудовой дисциплины, либо инструкции по охране труда, либо рабочей инструкции. И вот когда человека подводят к увольнению, он говорит, о, все, я знаю, надо создать профсоюз, и он меня защитит. Нет, еще раз нет, это вам нисколько не поможет. Это уже поздно, поздно пить боржоми, когда печень отвалилась. Профсоюз должен быть ранее, чтобы доказать, что вы невиновны в том или ином моменте. Потому что создав профсоюз в тот момент, когда вас увольняют, вас благополучно уволят, профсоюз будет там, вы выиграли, да, вы получили бесплатного юриста от профсоюза, если он действительно нормальный, достойный профсоюз, ну, допустим, как МПРА, это реклама нашего профсоюза сразу. Но, скажем так, выигрыша вы не будете, за исключением только бесплатной юридической помощи. И МПРА, как профсоюз, никакой пользы от этого вы не принесете, как профсоюзу, потому что проводить какую-то организационную массовую работу внутри предприятия вы не сможете. Поэтому профсоюз надо создавать ранее, когда у вас все нормально, все хорошо, когда вы, и лидеры, лидеры этого профсоюза должны быть абсолютно безгрешны в рабочем плане. Они не должны опаздывать, они не должны прогуливать, они не должны бухать на работе, они не бьют друг другу лица и все такое. То есть у них нет 15 или 150 объяснительных и 500 взысканий, которые позволят их уволить в любой момент. Ну вот тогда вы имеете какую-то маленькую возможность на создание организации, которая действительно поможет вам защищаться, защищать свои интересы, защищать своих товарищей, которые просто обязаны будут вас поддержать, видя то, что вы работаете на благо всех. Так вот, время создания профсоюза это время, когда у вас все хорошо, это не когда у вас возникла проблема. Когда кто-то вам говорит, что не нужен профсоюз, не нужен профсоюз внутри предприятия, не нужен это, все это бред силой кобылы. Есть такое понятие, как социальное партнерство, есть такое понятие, как трехсторонние соглашения, это правительство, работодатели и профсоюзы. И все это совершенно спокойно в мире работает, за исключением ряда стран, где работодатели, строя безумный какой-то вообще дикий капитализм, заставляя вас работать по 24 часа в сутки, либо выплачивая вам черную зарплату, они вам будут всегда объяснять, почему вам не нужен профсоюз. Особенно, когда проплатится черная зарплата. Там, как обычно, на таких предприятиях обычно штрафные санкции прописываются, то есть черная зарплата, вас выдергивают, штрафуют по любому поводу и все такое. За одно, за второе, за третье. В итоге вы можете поработать по 24 часа в сутки и получить сбулькин хвост. Это печально. И потом, ну, ни в каком суде вы не докажете. Соответственно, задача любого профсоюза, задача любого, в общем-то, работника наемного, добиться нормальной зарплаты, белой, в соответствии с законодательством, чтобы были все гарантии, все гарантии занятости, чтобы были гарантии того, что завтра его никто вот так вот не выкинет там на улицу, не выплатит заработные платы. И все это в отсутствие нормальных действующих рабочих судов, прокуратур и госинспекций по труду, это вполне под силу профсоюзу, если там работники объединились, но в нормальную, в общем-то, организацию. Разницу между профсоюзами, ну, ее тоже нужно понимать, но это отдельный, мы запишем отдельный ролик для тех, кто такой микрограмотность по профсоюзам в России, там, микрогид, да, там, я не знаю, такой экскурс в профсоюзное движение России, чтобы понимали, что такие, какие федерации, какие профсоюзы, кто из них желтый, белый, красный, и какой профсоюз вам поможет, и внутри какого профсоюза вы хотели бы строить свою деятельность. Об этом мы тоже поговорим, но сейчас вот вернемся опять к тому же. Вы пришли к тому, что у вас есть на предприятии проблема. Вы достаточно авторитетны для того, чтобы, может быть, решить проблему единолично. И вы недостаточно, как бы сказать, прагматичны, чтобы не стать решать эту проблему за всех. То есть у вас есть, как бы, чувство задержавого обидное, вы решаете, что нужно помочь всем, помочь всем работникам. Ну, не все оценят ваше желание, да, что вы желаете им помочь, не все сразу встанут на вашу работу. Вы, наверное, можете думать такой у себя, что мы сейчас начнем, мы будем делать для всех, можем это. Не все это поймут, не всем это будет необходимо, и не все вас поддержат. Это вы должны знать сразу. Но, значит, вы решили, нам нужно что-то менять. Для того, чтобы что-то менять, у вас должен быть круг единомышленников, с которыми вы можете обсудить проблему внутри предприятия. Одну, две, три, пять. После того, как вы выработали решение, вы должны сразу оценить риски. Риски моментальной легализации, то есть создания организации внутри предприятия и заявления об этом в соответствии с законодательством вашему руководителю. Или же, если есть риск, что вы будете подвергнуты каким-либо репрессиям, вам не стоит моментально, одномоментно заявлять о создании профсоюза. Вам нужно потратить некоторое время, а профсоюз — это добровольная организация, да, и никто за вас это делать не будет. Вам нужно будет потратить некоторое время на обучение. На обучение тактики, стратегии ведения переговоров, на обучение тактики и стратегии ведения коллективных действий, на обучение методов коллективной защиты, на обучение методам и методологии вести дискуссии в том же трудовом коллективе, потому что не все обладают навыками ораторскими для того, чтобы донести свою мысль правильно. То есть вам придется учиться. Как только вы собираетесь создать профсоюз, вы должны сразу понимать для себя, вам придется очень много личного времени потратить на учебу. На учебу тем дисциплинам, без которых ваше начинание не уменьшается успехом никаким образом. Поэтому ряд дисциплин, которые я уже перечислил, это не только они, это одни, может быть, из основополагающих, но не только они. И вам придется этому учиться. Кроме того, вы должны быть готовы к тому, что очень много личного времени вам придется тратить на обсуждение, на дискуссию с вашими товарищами, для того, чтобы понимать, какие проблемы существуют внутри вас на предприятии и каким образом вы можете решить. И уже потом, обсуждая эту проблему со всем трудовым коллективом, сразу скажу, не имея авторитета внутри коллектива, вы никогда не сможете построить организацию, не надо обольщаться. То есть это сможет сделать только действительно человек, которому верят и за которыми пойдут. Поэтому потом вы должны вести эту обширную дискуссию, обсуждение внутренних проблем внутри коллектива. Это очень рискованный момент, когда вы вышли из-за предела этого узкого мерка единомышленников, которые уже все просчитали, и пошли в народ. Вот этот народ воспринимает вас по-разному. Там сразу может пойти утечка информации, до работодателя дойдет слухи о том, что вы начинаете мутить воду. Вот в этот момент могут начинаться какие-то репрессивные меры. Но вам уже нужно подготовить ответные меры. Вы уже должны знать, в какой профсоюз вы войдете, как будет развернута компания в вашу поддержку, каким образом работодателя можно будет принудить к переговорам с вами. То есть вроде в рамках закона, но принудить к миру. Это такой достаточно серьезный момент. Именно компании по признанию организации, они длятся, даже у нас в России, длятся месяцами, а то и годами. Потому что всякие моменты могут быть. Давайте рассмотрим. Вот скрылась ваша подрывная деятельность по созданию профсоюзов внутри предприятия. Какие моменты защиты могут быть? Вот основное это, конечно, вам придется моментально легализовывать организацию. Вам придется принести уведомление о создании организации. Это протокол о создании организации, где перечислены избранные руководящие органы организации внутри предприятия. И, в общем-то, под роспись вручить это работодателю. Кто это примет? Секретарь генерального директора, делопроизводитель, бухгалтер, наделенный этими полномочиями, либо кто-то иной. Вам нужно будет разбираться уже в иерархии своего предприятия. Либо послать на имя генерального директора заказным письмом, чтобы удостовериться, что он это получил. Потому что от уведомления о создании профсоюза вступает в действие ряд статей нашего трудового законодательства, в том числе и закона о профсоюзах, который даст вам некую эфемерную защиту от произвола работодателя. Ну, по крайней мере, в судах. Хоть чего-то мы сможем добиться. Но, если вы не нашли общую проблему, если большинство трудового коллектива вас не поддержат, ваш профсоюз посуществует достаточно недолго. Он будет профсоюзом сутяжников, он будет судиться, спорить, и никогда не сможет провести никакие коллективные действия в поддержку своих требований, в поддержку решения той или иной проблемы на предприятии. Потому что ни один капиталист, ни один буржуй, ни одно предприятие, которое заточено под получение прибыли, ни одной копейки вам просто так не даст. А вы все время стоите дорого для предприятия. Ваши маски для СИЗОВ, то есть для средств индивидуальной защиты, то есть перчатки, эргономика рабочего места, рабочие дополнительные перерывы во время неблагоприятных погодных условий, питания, все это стоит денег. Никто просто так вам этого не даст. Ни одна распрекрасная компания не будет выполнять все эти моменты. Поэтому они все на вас экономят. И только создав организацию, которая сможет, скажем так, уравновесить эти чаши весов, с одной стороны работодатель со своими ресурсами, финансовый, властный и какой-либо еще, с другой стороны работники с ресурсом профсоюза. Вот когда уравновесится чаша весов, вы сможете спокойно договариваться, вести переговоры и получать результаты. До той поры у вас все время будет борьба. Но, как я уже в одном из роликов говорил, что вот один мой американский товарищ мне сказал, пока мы как профсоюз держим компанию за глотку, она будет с нами разговаривать. Как только мы ослабим хватку, у нас все от них. Вот так и у вас на любом предприятии. Ну, на самом деле, вам переживать пока нечего, у вас нет ничего. У вас не только профсоюз, у вас вообще никаких прав внутри предприятия нет, и вряд ли когда будут, пока вы их не создадите в профсоюз. Ну вот, а когда вы создадите профсоюз, все будет зависеть именно от соотношения сил. Как вы сможете держать вашу компанию за глотку, заставляя считаться с вашими интересами. До той поры, до той поры, ни один ваш интерес, ну, может быть, индивидуальный, может быть, чей-то в единственном числе, он может быть, учтен, да, супер-гипер-специалист, который может там продиктовать там зарплату, и там цветочек в горшочке на окошечке. Но для всех остальных не будет, поверьте, ни зарплаты, ничего. Возвращаясь, вот мы уведомили работодателя о профсоюзе, и здесь мы включили ряд механизмов, которые помогут защиту. Но здесь вы должны рассчитывать на достаточно серьезные этапы борьбы. Пока ваш весь коллектив не вставит в вашу защиту, даже пассивно, в виде написания заявления в профсоюз, и вы это спокойно отнесете в бухгалтерию, и он не будет бояться, вы будете в такой впатовой, ну, не впатовой даже, а в такой, вы будете как загнанный в угол зверь. Вас будут прессовать со всех сторон. Поэтому вот ваша единственная надежда – это поднять, подтянуть большинство. Соответственно, должны быть проблемы, которые касаются большинства. Только тогда вы сможете вывести ваше предприятие на уровень гарантированного социального партнерства. До той поры вас будут марганализировать и показывать, что вы тунеядец, не желаете радости компании, раскачиваете лодку и все остальное. К этому тоже будьте готовы. Но когда все это печальное позади, вас будет ожидать уже нормальный переговорный процесс, когда вы со своим руководством сможете спокойно решать любые проблемы. Ну, в нормальных компаниях это нормально, потому что они просто не могут и не имеют возможности задать все проблемы, которые существуют внизу. И вы будете вот такой глаз народа, который будет помогать решать проблемы. Начиная от замены перчаток, заканчивая эргономикой рабочего места. Ну и когда-нибудь вы доберетесь до повышения заработной выплаты сверх гарантированной инфляции. То есть как это было в свое время у нас. Поэтому такой микро-пошаговый месседж я вам даю. Вот такие шаги вам стоит сделать. Но прежде чем это сделать, вам все равно надо будет разобраться, что есть и кто есть в профсоюзном мире в России. Какие профсоюзы вам смогут помогать, а какие будут просто совершенно спокойно за вашей спиной договориться с работодателем, а вы будете терять. Поэтому до следующего раза мы уже расскажем ху из ху в профсоюзном движении России. Всем пока!